ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо большое, Александр, с победой. Уважаемые зрители, большая просьба покинуть площадку. Какие первые ощущения, Александр? У меня Александр Поветкин одел пояс, это же, блин, это мечта всей жизни, по сути, понимаете? Пускай, да, пояс РНТВ, но все равно. А есть понимание, почему Инамото так был недоволен решением судейским? Не знаю, честно. Ну, просто, может быть, знаете, перенапрягал себя, то есть слишком был злой. Но он реально был заведен, видели же, какой-то заряженный. Может быть, мага ему каких-то витаминок дал поесть. От них тоже бывает, с терон подпрыгивает, и знаете, человек недоволен этого чем-то. Ну, я не знаю, чему недоволен, на самом деле, честно. Ну, по-моему, три раунда я забрал, ну, не знаю, что там еще, какие вопросы. Конечно же, нужно пересматривать, смотреть, но, опять же, вы не забывайте о таких боксингах. Для меня уж точно это новая дисциплина, не знаю, как для него, но и поэтому здесь же по-другому судят. 21 апреля в Москве прошел турнир бойцовского клуба РНТВ, в котором приняли участие Александр Шлеменко, Марив Пираев и другие известные бойцы. Ты можешь выиграть перчатки с автографами бойцов, фирменный мерч, а также билеты на следующий турнир бойцовского клуба. Для этого нужно зарегистрироваться на Винлайн с промокодом BOX до 30 апреля включительно и сделать хотя бы одну ставку. 10 победителей будут выбраны случайным образом. Наслаждайся игрой на Винлайн. Почему вы готовы к комментариям, что швейстарца засадили? Ну, это смешные комментарии. Нет, поэтому я и до конца хотел его засадить, чтобы не было, поймите. Как бы, знаете, вот на моем месте многие бойцы бы делали не так. То есть первого раунда забрал, отдвигался, оттыкал бы и все, и забрал бы весь бой. Но я тогда последнего хотел нокаутировать. И заметьте, как закончилось. То есть это я его зажимал, а не он меня. В конце-то, правильно? То есть он постоянно был у сетки. А зачем я так летел? Чтобы нанес много таких касаний, да? Да не мимо, ты что? Не, ну все равно пробивал там что-то. Что-то ощущалось. Ощутилось, что он мне в последнем раунде попал апперкотом и разбил нос. Мне было страшно. Почему? Потому что у меня была травма носа. Ну, сами вы знаете, к чему она привела к поражению в последнем бою. И знаешь, что меня радует в этом? Потому что я пропустил довольно неплохой удар из апперкота. И нос целый. Он на месте, он разбился, но он целый. В тот раз у меня сразу я подхожу после первого раунда, шатаю. И чувствую, ну здесь не пошатать, здесь с перчаткой же. Шатаю, он шатается, короче. Я его вставил, все, а здесь нет, все, отлично. Виктор, по ходу боя много общались на Мото. О чем были эти разговоры? Ну, просто он тоже, ну он какой-то был не такой сегодня. Говорю, слишком что-то переел или что. Что-то вы постоянно недовольны. То есть, ну у нас идет обоюдка. Он кричит, что это я головой бью. Ну, он сам нагибается и получается, головами мы бьем. То, говорю, что я ему в пах бил. Какой я в пах бил, я понятно не могу. Чем я в пах бил? Ну, я честно говорю, ну я как бы не грязный боец. Я всегда говорю, ну я не почувствовал, что я ему в пах ударил. Если я правильно услышал, вас объявили... Он говорит, боус, боус, то есть, понимаешь, да, что это такое? Я ему говорю, какой, какие боус, ты что, прикалываешься? Если я правильно услышал, вас объявили как чемпиона Европы по кейсболу. Ну, это неправильно, смотри, я дрался в этом. Кинцел, фамилия Патрик Кинцел. Мы с ним дрались за титул чемпиона Европы. Но промоутерская организация была кикбоксинга. То есть, у них не было зарегистрировано еще организации ММА в тот момент. Это был, знаешь, год 2007, наверное, или 2008. И поэтому кикбоксеры дали нам свой пояс. Но это не кикбоксинг. Просто пояс такой же, как у чемпионов Европы по кикбоксингу. Но у меня дома есть, могу показать. Поймете сразу. Пояс РНТВ будете защищать? Нет, если предложат, почему нет? Знаешь, может быть, его на мото сейчас реванш выторгивается. Вот это получился, кстати, нормально. Знаешь, вот смотри, как бы я замечаю, кто бы ни стоял моим соперником напротив меня, бои получаются такие зарубательные такие постоянно. Значит, о чем это говорит? Значит, я хорошо зарубаюсь. Александр, не важно с кем. Вот любые сегодня выходили к Рингу. Чья идея была? Моя? Смотри, сейчас сложно с иностранными песнями. С утра скажу на канале, потому что я мне сразу сказали, с иностранными песнями сложно будет, так как их же нужно согласовывать. Ну и просто песня-то крутая на самом деле. Наша песня. Молодец. Прикол знаешь в чем? То, что мой ученик Александр Подмарев уже такой, то есть я такой древний, что он эту песню не знает. Понимаешь, что он не знает этой песни, представляешь? Он в первый раз услышал. Поэтому я ее и поставил, чтобы молодежь хоть послушала то, на чем мы росли. Традиции, понимаешь, я же за традицией. Вот они. Саша, а кто-то уже об этом спрашивал, ну я чуть позже подошел, но в целом какая-то опять волна жесткая хейта, и говорят, что типа Инамото выиграл, либо ничья, либо что-то. Прям три минуты прошло, и гора комментариев, что... Ну везде в телегах, везде там пишут, что Шлеменко не выиграл, засудили Инамото и все такое. У тебя какие ощущения от этого? Блин, я поверил в это. Что, правда, что-то засудили? Блин, я наверное обойду, угусь эту тему, короче. Да мне вообще плевать, понимаешь? То есть я всю жизнь был объектом для хейта. Знаешь почему? Потому что я понимаю, почему я со стороны смотрю свое интервью, то есть все думают, что я такой борзый. На самом деле нет, я просто уверенно говорю и за слова отвечаю. То есть нету человека, который может с меня спросить, потому что я не вру. Кем бы он ни был, мне все равно, понимаешь? Не то, что я такой здоровый и смелый, да хоть кто он будет, все равно я буду прав. Потому что я говорю правильно. А здесь, ну что, говорят, говорят, ну что, знаешь, хейт. Я привык к этому хейту, пускай они кричат. Знаешь, у нас много людей, которые, к сожалению, живут неправильно, которые, к сожалению, не придерживаются каких-то наших понятий, традиций. И им неприятно видеть, как кто-то сильный выходит под любое. Им охота, чтобы какой-нибудь сильный вышел под какую-нибудь херню, ну непонятную, понимаешь, там, из новых, там. Ну, я не понимаю, короче, наркоманских песен. Так что, поэтому и хейт. Знаешь, как сейчас это, я еще раз говорю, любое, я отвечаю, вот сейчас просто многие уже сразу начали писать, а-а-а, все, мы ждали, что-то другое. Магомед, в своем случае, он скажет, что не будет драться по кикбоксингу, ну, не только с вами, но вообще. Да пусть не дерется, что, на магии сошелись, свет клином сошелся. Ну, где-то, он сказал, ну, а ему правда, ему зачем, он по боксу лучше зарубится, на самом деле. Зачем ему этот кикбоксинг нужен, я просто не понимаю тоже. Что уж везде лезть, у него по боксу хорошо получается, он выигрывает боксеров, мне кажется, он в этом направлении не будет двигаться. Деньги те же, зачем? А бой был по кикбоксингу, а ты хоть один удар на Мото ногами, помнишь? Ну, такой, который прям пришелся и тебя... По ноге он мне ударил, ну, не то, что я его почувствовал, просто я помню, что у меня нога чуть поднялась, и все. А так, ну, все целое. А, еще знаешь, куда мне попал? Вот в икру попал, он здесь, знаешь, просто когда я вот так делаю, чувствую, просто чувствую, что-то, и все. Ну, сам видишь, да? То есть, когда человек прыгает, самое главное, пойми, для меня это тестирован, то есть, на самом деле для меня это был тест. Я еще раз хочу сказать, что такое для меня этот бой по кикбоксингу, вы поймите, это то, что мне не хватало. Я когда начинал карьеру, я очень много выступал по рукопашке, я очень много выступал по боевому самбо, ну, больше по рукопашке. И это были соревновательные спарринги во всю силу. Сейчас я их не могу получить, поймите, я не могу бить своих пацанов со всей силой. Поэтому сегодня, Иномотов, большое спасибо, он был тем человеком, которым можно бить во всю силу. То есть, я посмотрел, я попробовал, я проверил свой нос, он держит удары, как и прежде. Все, все нормально. То есть, я чистый, у меня все отлично. Блин, отличный спарринг получился. Я посмотрел свои ошибки. То есть, я почувствовал, что у меня получается, что не получается, как нужно работать. Плюс, знаете, перестроиться было сложно. Потому что здесь дистанция другая. То есть, мне нужно было более прямо стоять и не бояться клинча. А я опять в клинчах, почему я нагибался? Чтобы у меня ноги не прошли. Вы понимаете? Ну, вот и все. Это уже просто вот все. Это сидит на подсознании, это уже не выкинешь, пойми. Это нужно перестраивать постепенно. С первого же боя это не получится перестроиться. Поэтому вот это вот все и получалось. Единственное, я же понимаю, что Иномотов даже и в ММА бы в ноги-то не проходил бы нормально. Но. Заручная память. Ну, конечно, пойми, это совершенно другое. А так кикбоксинг, как вы сейчас чувствуете, это то, что ваш спорт? Да любой спорт мой. На самом деле, почему кикбоксинг, ну, тоже, ну, почему по нему не подраться? Ну, вполне можно побиться, знаешь. Везде есть своя специфика, просто ко всему нужно готовиться. Вот теперь у меня есть 1-0 профессиональный рекорд по кикбоксингу, я доволен. Все, и сразу пояс. 1-0. Смотри, 1-0. Пояс, полученный из рук Александра Поветкина. Ну, я не знаю, может быть, сейчас хейтеры тоже скажут, что ничего особенного. Для меня этот человек, я на него равнялся, равняюсь, продолжаю равняться по всем понятиям. Это мой старший, ну, не знаю, товарищ, там, тот человек, который мне скажет, и я сделаю то, что он скажет, потому что я ему доверяю, как себе. Вот так. Спасибо, Александр. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок. Дима Торзок. Спасибо. Продолжение следует...